добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наставничестве мы говорим о трех главных обязанностях любого наставника говорили о молитве мы говорили о наставлении и сегодня я хотел бы поговорить о доступности наставник человек абсолютно доступны для своих учеников не существует времени или обстоятельств которые бы сделали тебя недоступным для тех людей которых ты наставляешь сегодня такое время когда мы можем спокойно передвигаться по миру имея определенные гаджеты и мы с легкостью можем найти это время чтобы уделить его тем людям которых бог нам доверил что я имею ввиду когда говорю о доступности я говорю о том что те люди которые являются нашими учениками они должны быть всегда на расстоянии вытянутой руки и буквально и может быть фигурально выражаясь даже если твой ученик позвонит тебе ночью и скажет что он нуждается в разговоре в молитве в какой-то беседе в наставлении или назидание ему просто некому выговориться это твоя обязанность встать и пойти служить на мой взгляд доступность наставника это одна из ключевых вещей которые открывают вообще двери для взаимоотношений ученика и наставника для меня всегда было сложным то что мои наставники они находились на каком-то расстоянии требовалось достаточно иногда большое время чтобы до них достучаться до некоторых достучаться было особенно трудно а кое-кого вообще невозможно было найти и через некоторое время эти люди переставали быть важными моей жизни к сожалению они продолжают быть уважаемыми людьми служителями но я не могу рассчитывать на их помощь не могу рассчитывать на их поддержку когда ты пытаешься позвонить и они не реагируют когда ты пытаешься написать им письма и ты пишешь отправляешь но в ответ ты не получаешь никакого ответа то наставничество разрушается эти взаимоотношения рушатся это один из главных фундаментальных камней доступность но вот здесь друзья мне хотелось бы сделать одну маленькую ремарочку наставник это не телепат это не человек который по большому счету должен постоянно держать некую духовную антенку направленную в твой в твою сторону он не обязан знать что сейчас тебе плохо он не обязан каждый момент чувствовать вот эту душевную нестабильность твоей жизни если у тебя возникают вопросы если у тебя появляются проблемы просто позвони просто попроси помощи я так часто сталкивался друзья с тем что многие люди они приходили ко мне и говорили послушай мне было так плохо но ты даже не позвонил мне но я не знал что тебе было плохо как же ты же пастор ты должен все чувствовать нет нет друзья я пастор но я еще муж я отец и у меня есть еще обязанности связанные с работы мне хватает проблем вокруг меня и вот этот шум он очень часто может заслонить тот крик душевный внутренний не слышим и никому кроме бога крик и ты можешь сказать что я не слышу бога но возможно бог со мной об этом не говорил возможно мне самому было настолько трудно и тяжело что бог был занят тем что он помогал мне справиться с моими проблемами и обстоятельств может быть миллион да и у меня есть ответственность у меня есть обязанность прийти на твой зов но тебе нужно позвать апостол яков пишет болен ли кто из вас призови пресвитера церкви они говорят что пресвитеру я скажу говорит дух святой и он придет к тебе нет он где если тебе плохо если ты болен если у тебя проблема позвони пастору и он и